ароматерапия это использование концентрированных эфирных масел извлеченных из растений для лечения заболеваний и она широко используется для лечения симптомов тревоги тревожные расстройства наиболее распространенный класс психических расстройств среди населения однако и их лечение до сих пор остается сложной задачей поскольку лекарства используемые для облегчения симптомов тревоги могут иметь серьезные побочные эффекты к счастью в медицинской литературе постепенно начинают появляться результаты слепых рандомизированных плацебо контролируемых клинических исследований проведенных для оценки влияния эфирных масел на симптомы тревоги однако в большинстве этих исследований воздействие запаха эфирного масла сопровождалось массажем это не позволяет сделать однозначные выводы о действии самого аромата вот типичный пример пациентам в отделении интенсивной терапии на следующий день после операции на открытом сердце делают массаж ног с апельсиновым маслом почему не массаж спины потому что им только что вскрыли грудную клетку и у них огромная стернатомическая рана возможно профилактическая растительная диета они растительный массаж после операции были бы лучшим выбором но массаж был прекрасным спокойным умиротворяющим и успокаивающим это британское исследование потому что один описал эффект как с ног шибательный но откуда нам знать что эфирное масло имеет к этому какое-то отношение может быть это просто массаж был чертовски хорош в таком случае отлично давайте делать людям массаж я за то чтобы в отделениях интенсивной терапии чаще растирали ноги существует множество доказательств полученных в ходе рандомизированных исследований что массаж сам по себе снижает тревожность и так если массаж эффективен то ароматерапии плюс массаж также эффективны таким образом ароматерапии может работать даже если она не работает более того в одном исследовании где раковым больным делали массаж во время химиотерапии и облучения даже выяснилось что массаж без аромата может быть лучше исследователи подумали что это может быть похоже на отрицательную реакцию павлова люди чувствуют запах цитрусовых а их тело говорит о нет еще одна процедура лечения рака совсем недавно окружающий запах апельсина был протестирован в кабинете стоматолога чтобы выяснить снижает ли он тревожность и улучшает ли настроение окружающий запах апельсина был распространен в комнате ожидания оказалось что он оказывает релаксационный эффект снижает тревожность улучшает настроение и успокаивает по сравнению с контрольной группой где в воздухе не было запаха то есть никаких запахов кроме неприятного запаха стоматологического кабинета возможно апельсиновый аромат просто маскировал неприятные запахи может быть это не связано с какими-то специфическими для апельсина молекулами необходимо было провести дополнительные исследования влияние сладкого апельсинового аромата на экспериментальную тревожность у людей исследователи подвергли аспирантов ситуации вызывающий тревогу и проверили аромат апельсина сравнение с не апельсиновым ароматом и без запаха вообще и оказалось что апельсин действительно снижает уровень тревожности интересно что за наблюдаемым эффектом снижения тревожности не последовало физического или психического успокоения напротив самой высокой дозе апельсиновое масло заставляло добровольцев чувствовать себя более энергичными и так потенциально меньшая тревожность но без эффекта характерного для препаратов типа валюма значит ли это что мы можем получить преимущество без побочных эффектов я уже говорил об опасениях связанных с использованием ароматизированных потребительских товаров даже тех которые основаны на натуральных отдушках и были сообщения о неблагоприятных последствиях ароматерапии на самом деле а довольно серьезных реакциях альтернативная медицина не всегда лишена риска например известны десятки случаев когда от акупунктуры у людей разрывалось сердце ой но неблагоприятные последствия ароматерапии в основном связаны с раздражением кожи от эфирных масел нанесенных на кожу или что еще хуже проглоченных некоторые цитрусовые масла могут сделать нашу кожу чувствительной к солнечному свету хотя очевидно во франции эта проблема не так актуально там их принято наносить туда где солнце не светит что они не так актуально там их неудачем но они не так актуально там их не так актуально там не так а акупунктуры Продолжение следует...